В Госдуме предложили приравнять бездетных россиян к элеменщикам. С данной инициативой выступил депутат Федоров, для тех, кто не в курсе, кто это такой, некий карикатурный персонаж, который уже много лет возглавляет смешнючую организацию НОТ, Национальное освободительное движение, так эта аббревиатура расшифровывается. Кого и от кого ребятишки собрались освобождать, да еще на национальном уровне до сих пор остается загадкой, хотя чего можно ожидать от этих людей. Посмотрите на них, они же больше на пациентов психиатрических клиник похожи. Взять хотя бы вот этого пассажира, владельца небезызвестного Сармата-мобиля. Повело раму, машины девятки нет. Но Сармат остался цел. Ну да мы отвлеклись. Короче, по задумке Федорова, люди в возрасте от 25 до 50 лет, у которых нет желания обзаводиться потомством, должны платить больше налогов, причем существенно больше, чем все остальные, а полученные от этого деньги можно будет направлять в помощь, ну, например, многодетным семьям. В итоге, по задумке автора, и многодетным помогут, и бездетных простимулируют, да-да-да, свежо предание. Вот именно, у меня такой же была реакция, когда наткнулся на данный месседж, и сразу вопрос, тогда поспешу озвучить, давно меня терзавший, простите, а куда девались деньги, которые долгие годы выделялись из бюджета на национальный проект Демография? Там такая куча бабла истрачена, а в коня ли корм-то пошел, кстати? Не один я ведь задаюсь этим вопросом. А вот посмотрите, у нас на проект, национальный проект Демография, было потрачено 4,5 триллиона рублей, чтобы коэффициент рождаемости поднять с 1,6 до 1,7, на 1 десятую, в 2024 году за 6 лет. В итоге, Владимир Владимирович в интервью Дмитрию Киселеву это озвучил, в итоге коэффициент рождаемости упал с 1,0, до 1,31. То есть 4,5 триллиона потрачено на повышение рождаемости, а в итоге мы за 4,5 триллиона получили... Не торопись. Для Сильвера ядно, я скажу. Еще раз, для тех, кто на бронепоезде, 4,5 триллиона ухнули непонятно куда. 4,5 триллиона. Это дохрена, ребята. Это даже по нынешнему курсу почти 50 миллиардов долларов, а уж по курсу досанкционному смело умножайте данную цифру на 2. Так вот, я и спрашиваю, куда ушли эти деньги по нацпроекту на минуточку? Результат-то нулевой, сами только что слышали. Вернее, даже не нулевой, а отрицательный. Однако, вместо того, чтобы нагнуть тех, кто все это дело провалил, они говорят, ребят, отдайте им еще денег, вот тогда точно все получится, правда? У кого получится, у пилильщиков, вот у этих? Осталось еще свободное место-то в карманах. Ведь реальная журналистика зла не хватает, ей-богу, вот это пусть и будет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! Причем, ну давайте будем честными, наши чинуши, они ведь на самом деле не понимают, что они творят. Не понимают, не одупляются, как хотите, и никого при этом не хотят слушать и слышать. Вот вам из свеженького, пожалуйста, в Екатеринбургской городской думы на Медне прозвучала очередная бредовая, простите, интересная инициатива, местный депутат Колесников предложил, как думаете, что? Правильно, закрыть кедрени феней, детские загородные лагеря, потому что данные учреждения съедают слишком много бюджетных средств. Ой, молодец какой! Вопрос в другом, вопрос экономики. В советское время лагеря содержались в основном предприятиями, и поэтому они были в хорошем состоянии. Современная ситуация требует еще и дополнительных мер охраны. Я правильно говорю, товарищ Клюжин? Да. Вот, в это все равно надо вкладываться, сторожем здесь не обойтись. Здесь надо просто, коллеги, подумать, посчитать. Может быть, от некоторых лагерей придется отказываться, чем их вот так вот содержать. Вот то, что сейчас говорили, да, старый корпус, но мы платили коммуналку, потому что мы его отапливали. Коммуналка – это большие деньги. Рожайте больше, говорили они, при этом новых школ нет и не предвидится. Струйте и ремонтировать их не на что, потому что новых детских садов тоже нет и не предвидится. По той же самой причине теперь вот еще и лагеря закроем. А чем дети-то заниматься должны? Пиво пить на лавочке? А родителей молодых как у нас стимулируют? На самом деле, в реальности, а не в отчетах, бумажках. Вот вчера только информацию по льготной ипотеке у себя в телеграм-канале размещал, к слову. Если кто-то еще не подписался на нашу телегу, можно сделать это по ссылке в описании. Так вот, а в курсе ли вы, дорогие мои хорошие, что в ушедшем сентябре текущего 2024 года программой и льготной ипотеки в нашей большой стране воспользовались, как думаете, сколько людей? 37 тысяч человек, не поверите! Или всего 37 тысяч человек в масштабах такой огромной страны, как Россия? Да это же капля в море. Это практически ни о чем. А почему? А потому что не работает данная программа, потому что существует она тоже только в чиновничьих отчетах в реалии же. Банки еще в августе объявляли, что лимиты по данному виду кредитов, ну то есть господдержка. Так вот, лимиты эти закончились. Все, приплыли, приехали. Следующая остановка, фиг тебе, а не льготная ипотека. Просто денег нет сейчас. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. То есть по всем фронтам засада, ни одного аргумента за повышение рождаемости чинуши предложить народу не в состоянии. А на что же тогда тратятся те самые миллиарды и даже триллионы, которые выделялись по всяким разным нацпроектам типа демографии и так далее, не только по ним. А я вам скажу на что. На всякие разные бредни, на очередное пускание пыли в глаза, на то, чтобы по ящику, зрителям, по ушам поездить, ну и чтобы за примерами далеко не ходить. А у них же теперь новая идея фикс нарисовалась. Теперь они воспитанием подрастающего поколения решили заняться, но они. Раз с рождаемостью не получается, собрались, в общем, воспитывать тех детей, которые уже имеются. Ага, 35 лет воспитанием молодежи никто в России не занимался. Вдруг решили? Ну как воспитанием? Там все как обычно, в стиле всадник без головы или простите, через пятую точку. Так вот во вторник стало известно о блокировке популярного молодежного мессенджера Дискорд. В первую очередь среди геймеров данная площадка имела популярность. Это как раз подростки, молодые люди. Более-менее внятные причины блокировки, к слову, мастеры-ломастеры придумать не смогли. Вот что, скажем, про Белели по этому поводу на Первом канале. Срочные новости от Роскомнадзора. В России за нарушение требований законодательства заблокирован мессенджер Дискорд. Это популярная у подростков американская онлайн-платформа. Доступ к ней уже ограничен. Задумывалась она как площадка для геймеров, а стала анонимным сообществом для преступников. Детская порнография, призывы к экстремизму. Эта же сеть активно используется наркомафией, в том числе для продажи запрещенных веществ несовершеннолетним. Ранее Роскомнадзор отправлял требования удалить почти тысячу материалов, но все претензии Дискорд игнорировал. Какие ваши доказательства? Дальше еще веселее, или переходим к следующему упражнению. Я думаю, как и я, неделю назад многие из вас тоже впервые услышали это прекрасное слово «квадроберы». Скажу честно, если бы не пропагандисты и чиновники с депутатами, я бы правда не знал, что такое слово вообще существует, а что такое явление в молодежной среде в принципе присутствует. Насколько я понял, это некая игра молодежная по подражанию животным. К слову, не уверен, что она имеет массовый характер. У меня двое детей, один из которых подросток, ему 13. И вот я, повторюсь, ничего об этом не знал, но деды из политбюро со своими холаями из ящика просветили. Да продолжают, кстати, просвещать, когда на медне увидел следующие кадры. У меня глаз, блин, задергался, честное слово. Ребят, я правда после этого видео чуть заикаться не стал. Сидит взрослый дядька в годах. Ага, занимающий серьезный пост министра иностранных дел и разговаривает с армянскими коллегами про какую-то фигню. Про квадроберов, блин, целому министру. С дипломатами из Армении обсудить больше нечего. Или это все, что волнует наш МИД в условиях санкций? Да вы пошутили? Ага. А в Госдуме в это время законопроект специальный разрабатывают. А запрете того самого квадробинга, как деструктивного явления, это дурной сон какой-то. Ущипните меня кто-нибудь. Да что ты, черт побери, такое несешь. Причем, чего добьются-то в итоге? А я вам опять скажу, ничего. Молодежь, особенно в наш век высоких технологий, когда все стремительно меняется, сегодня играет в одни игры, завтра переключится на другие. Пока стариканы из Госдумы разработают и примут данный бестолковый закон. Пока они там с бумажками будут бегать по разным кабинетам. Пока методички разработают, составят, спустят их во все российские школы подростки. Сто раз забудут про то поражание животным и увлекутся чем-то еще. А по башке прилетит в конечном итоге только предпринимателям. Владельцам магазинов игрушек, например, коих начнут, скажем, штрафовать за маски лисичек и зайчиков на прилавках, за костюмы мишек и котиков, создадут массу проблем тем коммерсам. Ну и расхипачат еще одну отрасль российской экономики, а потом будут. В очередной раз разводить руками и задавать дурацкие вопросы. Честно, каждый раз удивляюсь, ну куда эти деды лезут? На пенсию пора, а не молодежь решили чему-то поучить. Стариканы, застрявшие даже не в 90-х, а в 80-х, которые до сих пор, по-моему, свято верят, что новости россияне по-прежнему узнают из телевизора, из программы «Время» в 21.00, достаточно сейчас в Рунете заблокировать вредоносные сайты и все. Начнут люди снова смотреть их зомбоящик, вваливают в тот зомбоящик тонны денег на будущий год. В бюджет, например, рекордные 137 миллиардов заложили на СМИ, ну на государственные СМИ, в том числе на телевизор. Так вот, я хочу расстроить, этих самых дедушек не начнут, граждане, смотреть их телевидение, потому что телевизор, это и правда вчерашний день, это то, что уже почти умерло. Да, в 80-е люди действительно узнавали новости из программы «Время» сегодня же. Благодаря интернету все, кому те новости интересны, к 21.00 уже миллион раз ознакомились с ними в Телеграме или там на Ютьюбе. 5 миллионов раз обсудили и обсосали все эти события в соцсетях к моменту выхода в эфир. Ваша программа «Время» просто уже протухла, она неактуальна, она никому не нужна. Здравствуйте, в эфире программа «Время», в студии Екатерина Андреева, главные события дня. До свидания. Да и смотреть на этом телевидении нечего. Они же сами, кстати, его уничтожили. На основных каналах уры и визги, гадости какие-то, бесконечные скандали, тишоу и цензура, цензура, цензура. Даже КВН смотреть давно неинтересно, больше скажу тошно, как и любую другую развлекательную программу, впрочем. Фильмы и сериалы – та же история. Включаешь условный НТВ или ТВЦ, там мент в законе. Мент вне закона. Мент вместо закона. Переключаешь на какой-нибудь пятый канал. Там еще хлеще, вечный след, который транслируется лет 20, наверное. Мне кажется, что актеры, которые в нем снимаются, скоро по-настоящему в кадре умирать начнут от старости. А канал спас. У него вообще есть какие-то зрители, нет? Господи, да даже в нашей деревне, где у меня дача, уже алкаши и пенсы. Либо спутниковые тарелки вешают, либо телевизор из функции смарт покупают, потому что вот это смотреть никто не хочет, но деды из политбюро по-прежнему надеются. На это наловить аж молодежи – ну-ну. Острая тема. Вообще, как показала история нашей страны в том числе, никогда еще запретительные меры не приводили ни к чему хорошему. Вот в Союзе вражеские голоса запрещали и… Да их только еще больше слушать в итоге начинали. Тогдашние стариканы, как и нынешние, кстати, пытались запрещать младежные течения. Ну и что из этого вышло? Стелять меньше стало или там панков? В споре отцов и детей в любом случае побеждают дети от аксиома. А дряхлевшее прошлое навсегда останется в прошлом, а будущее? Будущее запретить нельзя, господа. Ни у одного деда он и не получалось, я уверен, что не получится. Все, как-то так, переваривайте. Это была реальная журналистика. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok